Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Тартар. Тартар местом наказания в подземном царстве Аиды. У Гомера оно предназначено только для кроносов и поверженных титанов. Но позже Тартар становится местом наказания для всех грешников. Гесиот рассказывает, что он расположен в глубине земли на таком же расстоянии от ее поверхности, как земля от неба. Страдания грешников в Тартаре, изображенных в Анеиде, вдохновили Данте на свою христианизированную версию. Тартар – нижняя часть преисподней, дно Аида. Он окружен медной стеной и тремя рядами тьмы. Ночь, так как Тартар – жилищий никты ночи. В Теогоне и Сиода Тартар входит в число четырех первопотенций, наряду с хаосом Геей Ээросом. Согласно одному из мифов, Гея породила от Тартара Тифона и Ехидну. Из Википедии. Это темная бездна, которая настолько же далека от поверхности земли, насколько от земли небо. По словам Гесиода, медная наковальня летела бы от поверхности земли до Тартара в течение девяти дней. Тартар является нижним небом. Тартар был окружен тройным слоем мрака бога Эрэба и медными стенами с медными воротами бога Посейдона. Эти ворота стерегут сто руки из полины. За ними томятся титаны и древние чудовища, побежденные олимпийцами. Как пишет Гесиод, тот, кто попадет туда через медные врата, достигнет дна Тартара только через год, и то лишь с помощью сильных ветров, дующих в темноте. По славянской мифологии словарь-справочник Тартар. Подземная пропасть, никогда не освещаемая и не согреваемая солнцем, куда будут посланы души грешников. Осей есть Тартар, зима несогреема и мраз лют. Ну вот так вкратце о месте наказания в подземном царстве Аиде Тартар. Пока-пока, до свидания.